Свободники предложили пересмотреть финансирование парламентских партий. По их мнению, нынешняя система создает перекос в пользу крупных политических организаций. При этом, по мнению представителя свободной партии Юрия Адамса, страдает политический процесс. На выборах в местные самоуправления доминируют все те же партии, которые играют первую скрипку и в парламенте. Стоит отметить, что избирательные союзы, которые зачастую играют важную роль в муниципальной политике, вынуждены либо финансироваться за счет ограниченных средств своих членов, или же попадать в зависимость от спонсоров. Советник свободников Сергей Медлев считает сложившуюся ситуацию как минимум несправедливой. Крупные партии, которые участвуют и в местных выборах, получают огромные дотации из государственного бюджета. Всего это 5,4 миллиона евро в год. А избирательные союзы, которые тоже принимают участие на местных выборах, не получают ничего. Таким образом, они, по сути, изгнаны из-за честной конкуренции. И законопроект свободной партии призван эту ситуацию исправить. Его суть заключается в том, что партии будут лишены 1,4 своих дотаций, которые они сейчас имеют. И эти деньги будут переданы избирательным союзам, которые оказались успешными на местных выборах. Надо сказать, что за два года нахождения в парламенте свободники немного поумерили пыл. В мае 2015 года они требовали урезать финансирование партиям не на четверть, как сегодня, а вдвое. Центрист Михаил Стальнухин сегодня раскритиковал предложение. По его словам, законопроект представляет собой обычный брак. И к нему нельзя относиться как к серьезному документу, а скорее только как к литературному произведению. Наше финансирование не менялось уже, по моим сведениям, лет 5 или 6. Не происходило никаких изменений. Требовать его сокращения, это замечательно, когда ты в АПАЭРО оконнутый, у тебя несколько отделений, и нет никакой ответственности практически в местных самоуправлениях, да и в парламенте тоже нет. О чем мы вообще говорим? Это одна из тех финтифлюшек, вот этот вот лозунг, в котором никто не хочет по сути разбираться, зато звучит хорошо. Впрочем, несмотря на ожесточенную дискуссию, свободная партия продемонстрировала некоторую готовность к компромиссам. Ее представители не раз сегодня призывали коллег не просто слепо критиковать предложение, а присоединиться к работе над ним, и пусть в измененном виде, но и перейти к конструктивному обсуждению того, не пора ли нам уменьшить дотации политическим силам за счет налогоплательщиков. Сегодня прошло только первое чтение, теперь должны поступать поправки, и во что превратится закон в окончательном варианте, сказать трудно. Но, похоже, идея сократить доходы партиям не по вкусу. Хоть дискуссия и была бурной, и многочасовой, она собрала в зале заседаний едва ли десяток народных избранников. Алексей Иванов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.